Повелитель птиц. Сотни диких пернатых живут в квартире жителя Петербурга, даже те, кого считалось невозможно приручить. К гости к орнитологу-любителю приехала моя коллега Ярославна Фролова. Попугай, ивол, гидрозды, удот прямо на балконе. Утро Виталия Семуткина начинается под гомон сотни птиц. Специально для них он надевает голубую футболку. Этот цвет пернатых успокаивает. Врач по профессии давно работу оставил. Теперь главное дело жизни – орнитология. Ему, любителю, удалось то, что до сих пор не делал ни один зоопарк. У Виталия живут золотистые щурки. Дело не в том, что этих перелетных птиц невозможно поймать. Главная сложность – щурки едят на лету. Неподвижных насекомых пищей не считают. Виталий кормил их сверчками, потом приучал к ползающим червям. Так и выходил. Это очень медленно, очень сложно, поэтапно. Представьте, полтора года изо дня в день ты вынужден заниматься этими птицами. А вот такая птица в день съедает в два раза больше своего веса. То есть они активно летают, двигаются, они съедают где-то стакан червей в день. Вы можете представить, если ее не покормишь, это летальный исход. На лету привык питаться и козадой. Этого искусника маскировки, которого индейцы прозвали ночным призраком, Виталий приучают к миске. Первое достижение – два его подопечных начали брать еду с рук. Я не только их первый раз в жизни увидела, я еще и потрогала. Ничего себе. Это вообще нонсенс. За работой орнитолога-любителя внимательно следят специалисты. Они говорят, приучить к домашней обстановке можно любую птицу. Гораздо сложнее за ней ухаживать, почти как за младенцем. Птицы – это ваши вечно маленькие дети, о которых вы должны каждое утро. Начинается с того, что вы меняете им воду, подстилку, смотрите, не испачкались ли жердочки, которые надо помыть, иначе у них начнут болеть лапы. Виталий уже привык, что все его время занято пернатами. В планах выйти на новый уровень, поселить в своем доме стрижа. Но для этого надо будет переделать исследовательскую лабораторию на балконе. Ярослава Фролова, Владимир Удачин. МИР24.